К сожалению, у меня уже память на телефоне закончилась, потому что у меня вся жизнь, как у многих, навязана в телефоне. Я вам договорюсь здесь про две палетки. Проходите, смотрите предыдущее мое видео. Там я показываю Project Pen, то есть это проект использовать и выбросить на август, который у меня есть. И то, что я уже выбрасываю, то есть зачистку. Остановилась я на палетке, которую я оставляю. Еще раз я вам ее покажу. Вот в таком она, к сожалению, не очень красивом виде. Эта палетка в оттенке, не знаю даже, если честно, каком. Это вот Profusion. Покажу еще раз. И то, что здесь указано до марта 26 года. С вотчей этой палетки я делала. Я ей пользуюсь в основном цветом оттенком, самое активное. Но покажу вам палетку. В принципе, цвета такие интересные. Мне кажется, что и на лето. Да, вот эти более спокойные и на осень подойдет. Она уже такая, более осенняя. Но вот больше всех у меня пока светлый ходит, как и раньше. Это у меня вот сейчас основной базовый светлый оттенок на все веко. Вот эти оттенки можно наносить на серединку века. Вот эти оттенки крайне для внешнего уголка глаза. В общем, буду продолжать ей пользоваться. И мне она нравится. Нормальная палетка, такая, ну даже более так средняя. Вот этот, кстати, мантовый самый миловой. Идет из всех. Пьюр, по-моему, да, он называется. Цвет. Ну, в общем и целом, она у меня идет дальше на проект. Буду дальше с ней тренироваться. Это уже третья палетка на проект, которая, да, покажу кратко. Что я оставляю вот эту палетку от Лизы. И покажу ее оттенки. Если кто-то не смотрел предыдущую часть видео, то смотрите обязательно. Вот такую. И, ну, тут есть как матовая. Это вообще самонаборная, да, я не договорила, что вот эти матовые оттенки и остальные сатиновые. Средним не пользуюсь. Вот этими по краям почаще. И пооставляю. И вообще добавляю вот эту палеточку от Диваж. Ну, тут тоже-таки более осенние цвета. Мне кажется, вот это примерно вообще одна гамма. Но, ну, пускай будут, буду в октябре, ой, говорю, в октябре, извиняюсь, в августе пользоваться. Ну, и палетка АТФ. Она у меня давно была куплена. Здесь два оттенка румян. Идут, я ими практически не пользуюсь. Какие-то они слишком яркие. И оттенки теней. Вот с ними я еще тоже что-то поделаю, поэкспериментирую. Она у меня идет в проект. Оттенки, как вы видите, все более спокойные. Здесь один матовый, вот этот темно-коричневый, и все остальные сатиновые. Ну, больше для складочки. Вот этот вот очень интересный оттенок. Прохладный, не холодный даже, а прохладный оттеночек. Мне он нравится. И то, что я оставляю в проекте для лица. Есть у меня новенький один продукт. Я вам его покажу поподробнее. Это покупочка моя. Пудра новая от Эстрады. Я ее раньше не пробовала и взяла ее в оттенке 102. Классная пудра, вуальная. Вот тут зеркало было, спонжик. Вот такая вот она оттенка. То есть это бежевый цвет. Но я вам уже показала, да, покажу кратко. Это мелкий помол. И вот здесь я наносила. Да, вот это все мои сводчи. Вторая моя часть пошла. И получается третью часть я вам сниму видео завтра. Там у меня будут все продукты для губ. И все, что я оставляю. То, что я зачистку делаю. То, что я добавляю. Все это я вам покажу завтра. Видео про продукты для губ. Остается у меня в проекте вот этот вот бронзер-скульптор. Очень классный. Уже видно, что у меня до дырочки тоже второй номер тонн. Да, покажу вам сейчас. Это такая естественная, живая, хорошая, холодная тень. 7 грамм. В нем 208 еще со школы красоты. Я его очень люблю. Вот видно, что пользуюсь. Но вот, к сожалению, крышка отлетела. Это приятная такая тень. Холодная. Сейчас я вообще этим оттенком маскирую только себе подбородок. Ну, почти незаметно. Дает естественную тень. То есть это для тех участков, которые вам нужно затемнить для скул. Например, если у вас щечки такие более кругленькие. Для лба, если он у вас крупный. Для носа, чтобы сделать его потоньше. Для подбородка. Для всех этих частей лица подойдет вот этот оттенок. Он очень холодный, приятный, красивый. Можно его даже вместо тени использовать. У меня есть такой же в запасе купленный. Но когда я этот доделаю. Этот сейчас конкретно я использую на постоянной ежедневной основе. Для корректировки второго подбородка. Тоже присмотритесь. Подходит хорошо визуально. Делать так, что его вообще у вас нет. Остается у меня на проекте румяна. Остаются только одни. Вот эти от Диваж. Румяна. В тоне 8701. По срокам годности они до июля. Да, по-моему, 4 грамма в них. И они идут до июля 24 года. Это классический такой розовый матовый цвет. Давайте сводчем сделаю. Так, покажу. Дает он хороший даже розово-персиковый румянец. Так выглядит на коже. Ну, более классический. Еще раз покажу все сводчи. Цвет уже такой приглушенный сейчас. Но можно его растушевать. Я очень часто хожу с этими румянами на работу. И кажется, как будто вот действительно естественный румянец. 4 грамма это очень много для румян. Столько я не использую много. Поэтому пока сейчас я беру в проект на лето. Потом посмотрю. У меня скоро новые. Двое румян придут. Может быть, я их возьму на проект. Может быть, буду также этим продолжать пользоваться. И вот такой интересный продукт. Так скажем, не то, не все. Это бронзирующая пудра была. 10,5 грамм. Warm Glue от Avon. Я его оставляю. Сейчас я его использую для корректировки щечек. То есть на ту часть, где мы наносим бронзер. Точнее, скульптор. И куда мы наносим румяна. Вот туда я наношу. В принципе, интересный такой оттенок. Хороший. Неоднозначный. Мне он нравится. Такой он с золотистыми блестками. Но блестки особо не видно. Что является плюсом. Сейчас попробую. Если чем-то еще какие-то пальцы остались, вам показали. Вот такой. Ну, интересный цвет. Интересный оттеночек. Хорошо смотрится на коже. Мне он нравится. Я его в проекте оставляю. И вот эту вот пудру я тоже оставляю от Vivienne Sabo. К сожалению, уже развалилась у меня упаковка. Это из новинок у меня. Из новых. 0,3 оттенок. И уже сломанная пудра. Вот так вот выглядит уже на две части. Она немножко потемнее, чем от Estrada. То есть, еще под чуть более загорелую кожу. Жалко, конечно, что вот за 500 рублей. Да, я покажу, что я ее покупала за 500 рублей. Упаковка такая хлипкая и уже сломалась. Мне очень жалко, если честно, потраченных денег. Буду искать какие-то другие продукты. Вот. Надеюсь, что здесь упаковочка так быстро не полетит. Но у Estrada она тоже хлипкая. Так, по поводу продуктов для чего мы здесь посмотрели с вами глаз, да, для лица, для ресниц. Да, это все, что я хочу вам показать в данном видеоролике. Этот у меня, вторая часть, не очень длинная. Ну, и у меня уже, к сожалению, сейчас очень мало места на камень. Завтра я вам покажу обязательно продукты для губ. Поэтому подписывайтесь на канал, выставляйте колокольчик, чтобы не пропустить новый видеоролик. И до новых встреч!